Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Таня, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы вызываем демона Астарота в отеле. Многие из вас знают, что я сейчас отдыхаю в Москве, и я как бы заселилась в отель. В моем телеграм-канале я создала опрос, будем ли мы вызывать духа в этом отеле. И вы ответили да. Но я решила вызвать не духа, а демона. Как говорится, почему бы и нет. И это будет подарочек для следующих жителей. А перед тем, как мы приступим, рубрика «Самый крутой комментарий» под предыдущим видео. Вот он. А пока ты читаешь этот комментарий, обязательно пиши свои крутые комментарии, и тогда именно он, возможно, именно он, попадет в мое следующее видео. А также, друзья, перед просмотром этого видео, я хотела бы попросить вас включить VPN. Таким образом, вы мне очень сильно поможете. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк под этим видео и переходить в мой телеграм-канал, так как там очень много жуткого контента, и мы с вами выбираем, кого же вызвать в следующий раз. А также, друзья, если вы хотите материально поддержать этот канал, то у меня появилась такая вот ссылочка, куда вы можете кидать свои донаты. Ну а мы начинаем. Ну, на самом деле, мы не начинаем, мы ждем темноты, потому что сейчас только у нас 17.26, а мы ждем 12 часов ночи. Как только все стемнеет, мы приступим к вызову этого демона. Также я хотела предупредить вас, что я буду снимать в достаточно темной комнате, потому что мы не брали с собой никакого света, и, соответственно, качество картинки будет гораздо хуже. Но я надеюсь, этот ролик получится не менее интересным. Ждем. Демон Астарот очень опасный дух. Вызывать никому не советую. Астарот? Один из пяти сильнейших демонов преисподней. Он провоцировал возникновение эпидемии одержимости. Способен войти в тело человека. Будучи благожелательно расположенным к вызывающему, может научить ремеслу, а дарить способностью становиться невидимым. Этот демон сможет исполнить любую вашу просьбу, если вы сможете произнести ее. Ну вот, друзья, и наступила ночь. А значит, пришло время вызывать этого демона. Кстати говоря, по секрету, я сегодня вызывать этого духа буду не одна, потому что у меня нет штатива, и мне нужен человек, который будет меня снимать. И сегодня это, конечно же, Леша. И, соответственно, я думаю, он сегодня тоже увидит что-то страшное. То, что мы видим обычно с вами. И посмотрим, шиза у нас или все-таки нет. Чтобы вы понимали, для вызова этого демона нам абсолютно ничего не нужно. Просто сказать заклинание. Все, ни свечей тебе, никаких зеркал, ничего не нужно. Но я решила вызвать именно перед зеркалом то, как вы любите. А вы пока делайте ставки, придет ли к нам сегодня этот демон. И, кстати, все вы знаете Лешку, и недавно он завел свой ютуб-канал. Я с вами делюсь годным контентом, потому что в этом контенте частенько еще и появляюсь я. Так что переходите по ссылочке в описании, и там будет очень много годного контента. А мы перемещаемся в ванную комнату. А для начала я покажу вам эту ванную комнату. Здесь вот такой душ. Я поставила небольшую лампу, чтобы хоть что-то было видно. И также вот она, зеркало, через которое мы будем вызывать этого демона. Несмотря на то, что здесь есть лампа, но здесь гораздо темнее, чем на камере. Потому что я камеру немного выправила, чтобы яркость была выше, и вам было что-то видно. И вы не поверите мне, безумно жутко вызывать этого демона. Потому что я читала про него очень много информации, и он действительно может вселиться в человека. Сегодня мы, кстати, без Мэри, просто потому что Мэри осталась в моем городе и в моем доме. Поэтому вселяться демон может именно в меня. И сегодня не будет отвлекающего маневра, как Мэри. Куда может вселиться этот демон? Блин. Но если демон останется в этом отеле, я думаю, этот отель точно прославится. Чтобы вы понимали, я это выучить не смогу. Поэтому я буду читать с телефона, потому что вы сами сейчас услышите, что это за долбанное заклинание. Ну что ж, приступим. Астарот Адор Камеса. Вольери Туф Моресса. Ладир Камадир. Алуэль Калниса. Это очень смешно, правда. Все, я не отвлекаюсь. Тели Плеорим. Верди Куревиабес. Камерон Вестуриэл. Волновий Бенес. Меус Калмалис. Ноарт Ниса Черебанко. Каледиум. Бразо Табрасо. Приди Астарот. Аминь. Слушай, это очень странно. Смотри, бумага двигается. Она сама дергается. А что за прикол? Ты когда начала говорить, я обращал внимание, я думал, до конца, чтобы договорила. Так, как показать, что здесь вытяжки, в принципе, как бы нет. Тут такая странная ванная, потому что здесь реально нет вытяжки. Ты вот именно начала, вот прям недавно, ну, с самого начала текст диктуешь, короче, свой. И в этот момент она начинает дергаться. А, ну смотри, чуть сильнее начала. Я на нее смотрел. Странный демон. Демон туалетной бумаги. Ну, чтобы вы понимали, мне нужно это еще раз произнести. Не один раз. Часово хрень, правда, у меня, ну, просто, как бы, я не чувствую, что здесь ветер есть. Да, я тоже, как бы. Я даже по ногам не чувствую, я босиком стою. По носкам ты как минимум могла. Я босиком стою, и я не чувствую. А там же резинка, вот, я не чувствую. Очень плохо на камеру передают, там нет вытяжки никакой. Это очень странный. Давай послушаем, подожди. Что в таком помещении? Так, очень странный, так темно еще, блин. Ладно. Повторяем еще раз. Астродот Аддорко Месса. Приди Астарот. Амин. Что-то звуки, да? Музыка. Подожди, это реально музыка? Да, звук как будто... Знаешь, как будто для ужастика специально музыка. Необычно там кто-то что-то включил тусовку какую-нибудь, а просто вообще непонятно. Мне, если честно, теперь страшно выходить туда, потому что, когда я вызывала духа в своей, ну, как бы в нашей квартире, да, как дома, я понимала, что у меня там есть свои духи, которые меня защитят. Как минимум есть Мэри, которая, как бы, примет на себя. Кстати, если что, что ты будешь делать, если у меня вселится дух? А? Ударю. Я тебя ударю. Я тебя ударю. Услыхали, да? Нет, ну не в плане насилия, а чтобы здесь бесов этих, как там, пощечину привести кузов. Ладно, нам нужно еще раз, третий раз это прочитать, но с каждым разом происходит какая-то странность. Ну, опять же, надо понимать, это отель, раз. Поэтому звуки могут доноситься, музыка, сегодня у нас суббота, поэтому вполне себе возможно, что люди тусят. Логично. Или ужастик, допустим, смотрят. Не, ну, почему именно музыка была как из ужастик? Вот я говорю, может быть, ужастик смотрят. Два, по поводу туалетной бумаги, ну, она, кстати, до сих пор двигается. Возможно, это, ну, действительно, я не знаю, ветер откуда-то, не пойми откуда. Почему? Ну, я понимаю, что... Я думал сначала, что это ты, типа, говоришь, и твои звуковые волны, они так делают, но ты достаточно далеко находишься, чтобы так произвести это странно. Ну, конечно. Поэтому я говорю, возможно, где-то здесь ветер, но я не знаю, где здесь ветер, потому что здесь все, ну, герметизировано как минимум точно. Произносим третий раз и последний, и будем выходить туда и смотреть, что там происходит. Астарот Адорка Месса. Приди, астарот. Амен. Ты слышал, как будто там звуки были? Угу. Пос... Я не знаю, слышно, нет? Послушайте. Я просто не слышу что-то. Подойди, подойди к двери. Там такое ощущение, как будто кто-то дышит. Сможешь подойти к двери? Я понимаю. Ну, подойди к двери. Я сейчас тут сам. Он сейчас сам. Обкекается. А, я, кстати, ребят, я поняла. У меня сегодня просто вместо Мэри Леша, у которого, если что, дух. Вселяйся в Лешку. А ты тогда что со мной сделаешь? А я буду изгонять духа. Это плюс один видео. А изгонять тоже ударить? Нет. Там надо всякие ритуалы производить. Не знаю, как, но я найду в интернете, возможно, найду. Смотрите видео, у меня по щечке зают, что я дух еще. Нет, это так не работает. Ну что, выходим в комнату и смотрим, что там. Ну, это, нет, с этим мы не сможем пойти. На телефоне с фонариком пойдем, да? Давай попробуем. В общем, я сейчас выключаю вот эту вот лампу. В номере полная темнота, и мы выходим туда. С фонариком от телефона. Но просто у меня другого варианта нет. Тихо, господи. А теперь... Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Страшно. Пойдемте. Так легче не стало. Видно что-нибудь? Да. Да-да-да-да. Ух-йо, ты посмотри, какие тени страшные. Блин, не вид даже ни хрена, да? Вообще. А если Иса? Попробуем, давай. Камера не хочет передавать. Друзья, в общем, ничего странного сейчас пока не происходило. По крайней мере, все на своих местах. И здесь промежная тишина. И темнота тоже. Поэтому я предлагаю сесть сейчас при зеркалом и посидеть так в тишине. И послушать, что будет происходить. Вдруг этот демон будет как тебя проявлять. Леша вместе со мной сядет, да? Да. Демон Астарот, ты здесь? Мне кажется, следующим жильцам в этом отеле явно не повезет. Стук вот такой, типа, ну, бум. Вот такой. Ну, очень тихий. Я поняла. Демон Астарот! Прояви себя! У меня, кстати, так стремно, на самом деле, сидеть вот послез шкафов, потому что обычно в шкафах всякие демоны вот эти вот и водятся. И мы сейчас сидим напротив него, допустим, открываем дверь, он такой, аааа! И это реально было бы стрёмно. Еще тебя не так дергает. Я потом уже когда сказала, что реально из шкафа, ты фонарик двигаешь там, несмотря на камеру. Ну, я стараюсь фонариком практически не двигать. Это да, это может быть чуть-чуть. Совсем. Когда ты сказал... Очень жутко. До этого было. Я говорю, мы еще сидим напротив. Тут просто, ну, друзья, вы видите, что здесь огромный шкаф. здесь раз два три четыре пять шесть шесть дверей и в каждой из них может находиться так демон просто подумайте об этом ты не слышал ничего там 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 как будто какой-то скрежет было не знаю что это подобное как будто каш соседи я знаю как у меня стебете что это соседи да мне все время кажется что это соседи потому что соседи всегда шумят и легко списать на соседи что они шумят может это делать демон возможно но проще же объяснить что соседи то если знаешь как произойдет вот мне сейчас вызвали допустим да и он проявит себя только в следующий раз когда кто-то что заселится опять звуки слышу не звуки слышно конечно но не настолько тихие что я уверен что вам даже не будет слышно я уверена что это просто соседи реально мне кажется демона сейчас никакого здесь нет либо он прячется в шкафу дожди можно сделать последний вариант поставить здесь камеру с фонариком а самим пойти в темноту и там сидеть там однажды не видно будет так как демона никак себя не проявляет поэтому мы решили пойти лечь спать как будто бы лечь спать потому что демоны обычно прячется под кроватью и поэтому мы сейчас пойдем ляжем якобы спать накроемся изъявом выключим полностью свет и включим камеру ночного видения я очень редко использую эту камеру ночного видения потому что она очень плохого качества но в данном случае я уверена что это стоит сделать хотя бы минут 15 полежать в тишине послушать что будет происходить и как это будет происходить так что погнали туда камеру я поставила в полной темноте лёша уже лег еще слушался сейчас в это все очень как будто мы спим в темноте ты слышишь гораздо больше как будто слух прямо обостряется там мы хотя бы сидели с фонариком а сейчас мы сидим в кромешной темноте у меня есть честно даже немного тела дрожит почему не знаю что-то не скажешь что-нибудь что-то это там могло стоять авто включение или что-то подобное чтобы он сам включился в теории а у нас эти дожди у нас же кондер помнишь здесь кондер у нас на минуточку в этом номере мы уходим из номера гуляем приходим у нас кондер включен мы поначалу думали наши селфоте поэтому мы перезарядили я думаю то тоже ничего про нормального нет остановился на том что кондиционер у нас включается у него стоит авто включение сколько мы поняли что игру раньше мы думали что к нам кто-то ходит и включает кондиционер пока нас нет номере но оказалось что нет он просто сам берет и включается и я вот думаю вдруг ли здесь стоит но у нас такого не было подожди может три дня здесь живем у нас такого не было он не включал но с другой стороны он нас он но у нас он нас был включен постоянно когда мы находились в номере в принципе он навсегда обработать потому что мы любим когда есть какой-то шум а вы напишите комментариях что вы думаете я не знаю ребята в общем теперь я должна якобы попросить у него что-то что я хочу но я этого делать не буду потому что мне кажется эти звуки они здесь постоянно но это отель здесь по-любому много звуков по-любому это просто люди которые живут и снимают в этом отеле номера так вот помимо того что нам нужно попросить у него что-то просить я не буду нам нужно его изгнать но как вы думаете буду ли я его изгонять да конечно буду я его изгонять потому что я не хочу чтобы случилось что-то с теми людьми которые заедут после нас в этот отель сейчас я скажу ту самую фразу. Иди с миром, откуда пришел, и пусть пребудет мир с тобой, и буди готов прийти ко мне, когда позову. Во имя всех богов. Амин. Какое странное, так скажем, заклинание-отклинание, потому что теперь он будет приходить тогда, когда я его позову. Как-то стремновато, вам не кажется? Мне кажется. Друзья, на этом вызов заканчивается, потому что больше, в принципе, ничего не нужно. Напишите в комментариях, как вы думаете, пришел ли этот земон или нет, или это просто были соседи, телевизор с автовключением, как конционер до этого. То есть, я думаю, что, скорее всего, никто не приходил, и все было в порядке. Но на всякий случай, я его вызвала. Конечно же, я переживаю за людей, которые будут жить здесь дальше. Не забывайте подписаться на канал, ставить лайк под этим видео, и приходите в мой телеграм-канал, потому что там я всегда пущу интересные видосики, фоточки и много чего другого. И также мы с вами думаем насчет того, когда провести стрим, и каких духов вызвать. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч!